Российский философский конгресс Салл выступил с докладом «Феномен университета. Прошлое и настоящее будущее», где, собственно, поделился своими размышлениями, что ждет такое замечательное учреждение, как университет в будущем, как это мы представляем. И на заключительном заседании пленарном дозволено было выступить по теме философии общества в России, что было знаком уважения. Под действующим нормам эпидемиологической защиты к очной встрече были допущены лишь 500 человек. Свыше тысячи участников присоединились дистанционно. Помимо пленарного заседания была организована работа 25 секций, 13 симпозиумов и 26 круглых столов. Реатмотивом Конгресса стало изменение мирового порядка. Мир сегодня, мы видим, начинает кардинально меняться. Возврата к старому не будет, и 21 век, по крайней мере, в ближайшие 25-50 лет, это будет веком тектонических изменений всего миропорядка. Экономической, политической, национальной, религиозной и так далее. Вся старая структура уходит не быть... Не надо строить иллюзии. В обсуждении активное участие принимали представители российских философских учреждений, а также руководители университетов ближнего зарубежья. Временной период между Конгрессами был увеличен в связи с пандемией. В последний раз он проводился в 2015 году в Уфе. Конечно, строительство любого нового порядка, тем более миропорядка, не может пройти без потерь, без жертв и так далее. Это очень сложный, драматичный процесс, но он очень интересный. И строить новый мир вам, не нам, а вам. Вот этим мы должны вдохновлять нашу молодежь в сегодняшние дни, на завтра, на послезавтра, на ближайшие годы. Это, я говорю, с полной ответственностью, а отнюдь не из-за какой-то конъюнктуры и так далее. Это то, что звучало на Конгрессе из самых авторитетных источников. Эксперты отмечают, 21 век будет веком ежедневных потрясений. Мир изменится, и события на Украине стали для этого процесса своего рода спусковым крючком. Маргарита Михайлова, Александр Кузнецов, Универа Ньюс.